Продолжение следует... В 10-м году, в конце ноября 2010 года, мы привлекли средства Библиомоста и фонда Билла и Милинды Кейтса, открыли 4 центра свободного доступа к интернету. И уже там учились, пытались отрабатывать модели взаимодействия между гражданами и властью, взаимодействия и доступа, открывали доступ к интернету. И сегодня мы это новый шаг делаем. Мы открываем центры обслуживания граждан, интерактивные точки доступа. Так написано в программе электронное управление и электронное грибование, их 18. Чтобы открыть эти 18 точек, нужно было найти технику, нужно было найти силы, возможности для того, чтобы оснастить библиотеки. И здесь нам помогли и органы власти, и наши партнеры. Сегодня и завтра открываются новые центры, сейчас их будет 9, а 17 мая, в день информационного общества, откроется еще 9 центров. Они будут меньше, чем эти, будет по 2 компьютера. Но тем не менее, это будут те точки, где граждане могут бесплатно получить информацию и найти любой документ, который их интересует, решить свою проблему. Если какая-то возникает, обратиться к городскому голове. Если нужно найти работу через интернет, и в этом мы тоже будем им помогать. То есть это будет доступ, это будет общение, это будет обучение граждан. Это серьезная задача, сложная задача. Но мы все равно будем двигаться по этому пути. Потому что нужны программы обучения, нужны люди, которые сумеют обучить. Сейчас мы привлекаем волонтеров, сейчас мы привлекаем тех сотрудников, которые уже ведут эту работу. Потому что уже есть определенный наработанный опыт в центральной библиотеке. Но сделать это нужно массово, потому что сегодня 70% населения не умеет пользоваться, к сожалению, компьютером. Не знают, как выйти на сайт городскому голове, чтобы задать ему вопрос. Или через виртуальную приемную, которая находится у нас в центральной библиотеке, и задать вопрос. Вот всему этому мы будем учить горожан на базе вот этих центров. И когда их 18, в разных точках города. Это сеть библиотек. Это услуги, которые, информация, которая будет приближена к месту жительства горожан. Не нужно ехать в центральную библиотеку или идти в горы с полком, чтобы определить, какие документы нужны для того, чтобы зарегистрировать ребенка. Чтобы получить какую-то услугу. Можно, находясь в Малой Коренихе, где мы открыли такой центр, найти этот перечень документов. Хотя были сложности с подключением к интернету. Но все эти проблемы решаются, если иметь желание их решать. Я вас поздравляю еще с одним шагом на этом пути. Я просто...